Детское радио представляет. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио. Здравствуйте, уважаемые родители. Самые ответственные родители на свете. Потому что все отдыхают, а вы повышаете свою родительскую квалификацию. На Детском радио программа для вас и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Всю эту неделю мы говорим об аромотерапии. И сегодня затронем тему профилактики простудных заболеваний с помощью эфирных масел. Каждый вечер вместе с нами замечательный специалист в области аромотерапии, кандидат биологических наук, физиолог, биохимик, гематолог, специалист по восстановительной и косметической медицине Ольга Ирисова. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Каждый родитель желает знать. Итак, вчера мы с вами поговорили о том, как эфирные масла могут влиять на эмоциональное состояние. С помощью каких масел можно немножечко успокоить ребенка, например, перед сном. С помощью каких можно тонизировать, в том числе умственную деятельность, например, в период экзаменов у ребенка. Сегодня давайте поговорим о профилактике простудных заболеваний с помощью аромотерапии. Возможно вообще с помощью именно этого метода бороться с простудными заболеваниями осенью, зимой, вот в холодное время года. Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru. Конечно же, мы еще даже со времен детства, особенно со времен нашей советской науки, всегда помнили, и нам и говорили про это, и мы читали про это, что единственные вещества, которые способны бороться с вирусом, это фитонциды природные. Природные фитонциды. Мы с вами в качестве эфирного масла имеем концентрированный вариант фитонцидов. Концентрированный. Следовательно, естественно, мы можем надеяться на результат. И обратите внимание, путь движения компонентов эфирного масла через носовые ходы, обонятельную систему, обонятельная система, можно сказать, что это сенсорная еще и нервная система, он идентичен, сейчас на примере ковида мы понимаем, пути прохода вируса. И в данном случае вирус – это у нас древняя организация жизни, древнее человека, попутно с эволюцией вируса, также эволюционировали и создавали растения, противовирусные средства. Поэтому это пот и антипод в природе. Как всегда говорят, нет такой болезни, которой бы в природе не были подготовлены компоненты для нее. Понимаете? Для борьбы с ней. Конечно. Поэтому в данной ситуации мы абсолютно имеем ключ в замку с вами. И по составу, и по действию, и по манере распространения, и по манере воздействия. Поэтому эффект от методов аромотерапии для оздоровления и противовирусной, так сказать, профилактики, и антибактериальной профилактики, он очень, можно сказать, что максимален. Во-первых, летучее соединение. Мы можем еще на пути подхода вируса к человеку, к носовым ходам, уже уничтожить его, обезвредить. Методом, допустим, аромолампы. То есть зажигая специальные средства, мы сейчас поговорим, какие масла это могут быть, мы с вами уже воздух обезвреживаем и не позволяем вирусу дальше двигаться по воздуху. Вот этим воздушно-капельным путем. Почему? Потому что эфирные масла мощные растворители, они растворяют оболочку вируса. И особо эффективный момент, это момент профилактики. Аромолампа, элементарно носовой платок на какой-то нагревающий предмет. Распыление в воздухе эфирные масла с помощью, соединяем с водой и пульверизатором распыляем. Просто нанесение эфирного масла в носовые ходы, на одежду вокруг, аромакулон. То есть все вот это нам позволит создать испарение и практически действительно действенно прекратить хождение вируса от человека к человеку. То есть это первый этап. Второй этап. Если у вас, мы назовем позже масла, какие пока мы говорим с вами о методах. Второй этап у нас. Допустим, вирус проник. Он проник, но и первые 7-8 часов он будет пытаться проникнуть в клетку, растворить ее оболочку и реплицироваться, то есть возобновить, размножить свое РНК. Здесь мы тоже можем помочь с вами, если мы просто элементарно сделаем капельки из эфирных масел и накапаем в носовые ходы, или я еще говорю об очень простом, примитивном варианте, который могут мгновенно сделать у нас люди и на рабочем месте, и дома. Берете просто ушную палочку, режете ее пополам, покороче ее делаете, и капаете по одной капельке специального масла, мы проговорим, какое сейчас, и вставляете в носовые ходы. Две ушные палочки – это нетравматичная история совершенно, но вы до середины носа дойдете и можете дальше делать свои дела домашние, ребенок может заниматься при этом, делать уроки. У него в носу вставлены много всяких приспособлений рыночных, сейчас есть какие-то кольца бумажные и так далее. Я вам говорю о простейшем варианте, скоропомощном. Даже просто вы проконтактировали с человеком и тут же вставили палочки, потому что, допустим, некогда там разводить, капать и так далее. В самолете вы летите с ребенком, под маску взрослому ребенку вставили эти палочки, они прекрасно держатся, они работать могут часа 2-3, сверху масочку одели, и в самолете находимся, и в магазин выходим, и так далее, и так далее. Рекомендую тоже взрослым эту историю. Вирус 6-8 часов находится в носовых ходах, мы можем еще за 6-8 часов много что успеть. Мы опять можем его там растворить. И практически, действительно, мы можем с вами в 100% профилактироваться. Теперь какие масла мы можем использовать? Ну, многие могут догадаться, что это будет группа масел хвойных, ель, сосна, пихта, тот же можжевельник, и группа масел эвкалиптовой группы. Хорошо, если мы умеем создавать рецептуру, когда мы их можем смешать, например, сделать рецептуру, например, один к одному, хвойную группу или хотя бы одного хвойного масла. Потому что хвойная группа масел больше работает с вирусом и практически с бактериальной флорой, а эвкалиптовая группа, она конкретно работает с вирусом и со стриптококковой флорой. То есть мы еще с вами и последствия. Вирус же сначала заходит, 5-7 дней он работает, а потом подсоединяется наша собственная флора. И дальше мы начинаем болеть своей старой инфекцией просто. Вот это двухэтапная как раз, пустковидный синдром двухэтапный, он вот так вот, и мы видим эту историю. Поэтому в маслах есть сразу противовирусная, бактериальная защита, противогрибковая защита, даже от простейших. Поэтому вот семейство эвкалиптовое, это эвкалипты, например, да, чайное дерево на йоле, это все семейство эвкалиптовое, каепут тоже семейство эвкалиптовое, и хвойные наши с вами породы деревьев, это практически ель, сосна, можжевельник тоже туда может относиться, соответственно, пихта. То есть вот эти все группы, где большое количество барнилацетата, мы с вами можем предотвращать. То есть хвойная и эвкалиптовая группа. Ушные палочки, просто закапывание в нос. При закапывании в нос, конечно же, мы растворяем это в рабочем растворе, поскольку, значит, капли у нас с вами концентрированные. Если вы накапаете живое масло, вы сожгете слизистую. Поэтому рабочий раствор, дозировка примерно 20 мл растительного жирного масла типа календулы, зверобоя, виноградных косточек, то есть жирная база растительных масел, туда капается эфирная часть. Это на 20 мл примерно, 7-8 капель взрослому, и ровно в половине ребенку до 5 лет дозировка. Ребенок до 5 лет, это получается где-то 3-4 капли. Ну, обычно в аннотациях это пишется все. Соответственно... То есть самое главное, чтобы это не было живое эфирное масло, а обязательно разбавить растительным маслом. Вы можете слышать тоже сейчас в информации у блогерах, у каких-то там аромамам и так далее, которых много очень в интернете, там прям живое масло капает под язык. Это ужасно, помимо того, что это еще и химия. По крайней мере, если вы даже не по вашей вине получили химическое эфирное масло, разведя его, вы хотя бы не навредите так сильно, понимаете? Потому что это тоже ни в коем случае неразведенное масло не применяем. Не только взрослого, а детям тем более. Ну и, наверное, в контексте всего, что мы сказали, самое лучшее – это пойти в выходной день прогуляться по хвойному лесу, а не в торговый центр отправиться и там провести время. Конечно. При этой ситуации, когда у нас ковид, и, значит, поражается кровеносная система, и воскулит – это главная проблема, и свертывается кровь, мы не получаем с вами кислорода элементарного. И просто начинать дышать кислородом, выходя где его больше, чем в квартире или в заведении, и плюс еще, может быть, делать дыхательную гимнастику, вы процентов на 50 улучшаете состояние. Просто кислородом. Если мы добавляем, конечно, у нас есть возможность с вами натуральное эфирное масло или хотя бы в лес, то мы тоже с вами помогаем очень сильно организму. Мелочь такая, она очень эффективная. Причем я статьи сейчас многие читала, что практически там канадские авторы прям просто пишут, на 50% улучшается и ускоряется выздоровление просто от прогулок, потому что гипоксия – это основной момент, это страдание бескислородное, значит, человек страдает мозг особенно от отсутствия кислорода, потому что кровь сворачивается, загущается и так далее. Просто надо выходить на улицу. В лес еще лучше. Слушайте, а если мы возьмем, например, просто еловую веточку или сосновую веточку и поставим ее дома, будет ли она работать как эфирное масло? Я думаю, что в целом с холода в тепло испарение все равно будет. Не думаю, что будет концентрация терапевтическая, когда мы лечим, но то, что это будут бактерицидные свойства и антипротивовирусные, в какой-то мере это да, конечно. И побольше еловых веток. Так, хорошо. В качестве профилактики простудных заболеваний очень часто используют эфирные масла, ну, например, в бане, да? Или если нет у нас возможности пойти в баню, отвезти ребенка попарить. Есть такая история, как ингаляции. Как правильно делать ингаляции? Во-первых, про баню давайте. Всегда использовались эфирные масла в бане. Вот в фитнес-клубах приходишь, иногда брызгают женщины. Первый момент, как всегда, с осторожностью. Эфирное масло нельзя лить на горячие предметы. Если она органика и натуральная, просто будет запах органики сожженной. В основном капается в ковшик с водой, немножко перебалтывается и распыляется на лавке и на стены. Это первый момент. Второй момент. Будьте аккуратнее. У меня много раз встречалась ситуация, когда, если ты заходишь в химии, то прямо ожоги дыхательных путей и особое изменение влияния на психику. Понимаете, мы же живем с вами в какафоне запахов. Мы руки моем пахучим мылом, мы стираем пахучим порошком. Кто-то парфюмерией пользуется еще, кто-то еще душка в туалетное. И у нас набирается столько атак на наш гипоталамус, это главный орган, который распределяет все функции организма, что потом это накапливается, и как в результате человек начинает совершать неадекватные поступки. Я уже не говорю про здоровье, про появляющийся отек слизистой, про аллергию и так далее. А психоз, то уж мы точно посылаем. И неадекватное восприятие мира. Теперь ингаляции. С ингаляцией уже вы работаете, когда вы точно уверены, что у вас натура. С ингаляцией работают не больше 1-2 капли, как правило. Далее желательно все-таки, кстати, в небулайзеры, во все остальные приборы, которые у вас есть, запрещено капать масло, потому что там растворяется пластмасса. Натуральное эфирное масло – это достаточно, в кавычках, агрессивная среда, химически активная, которая близка по свойствам к ацетону, бензину и керосину. А на самом деле это практически скипидарные фракции, которые растворяют все. Понимаете? И поэтому это мощный растворитель. И пластмасса, которая там есть, везде, где вы делаете ингаляцию, где вам приходится в пластмассу капать, будьте аккуратнее, вы пластмассу испортите, еще и соедините это масло с этой пластмассой. Поэтому мы используем древний способ без распылителя ультразвукового. Просто миска-чашка с горячей водой. Накрываемся полотенцем, капаем и дышим. Какие здесь есть нюансы? Если мы действительно хотим, чтобы была помощь, мы разбираемся, чтобы это было натуральное масло. Далее мы с вами наливаем сначала кипящую воду, потом берем на кончике ложки соды и в соду, как в мульгатор, потому что иначе вы не разместите в воду масло. Оно всплывет, и вы сделаете ожог. Оно с поверхности, как с аромалампы, вам агрессивно очень обожжет даже одна капля слизистую. Поэтому мы его погружаем в соду, например, на кончике ложечки и помещаем дальше в миску. Дальше мы накрываем полотенцем. Сначала сидим повыше, потом постепенно по мере испарения опускаем голову ниже и ниже. И очень важно, если мы хотим, чтобы было вытекание слизи из носовых ходов, из пазух, правильно держать голову. Голову нужно, подбородок прижать к груди, создать естественный наклон пазух, чтобы они были перевернутые, и потом наклониться над чашкой. В противном варианте, когда люди не делают так, то эффекта нет. Первое. Второе. При кашле, который там возникает естественным опытом, путем это физиологический кашель, можно сорвать позвоночник. Это правильная позиция, которая используется при ингаляциях. Капаем для взрослых около двух капель, для ребенка одну каплю. Вот, собственно говоря, история. То же самое. В баню можно пойти не обязательно таким путем, а разбрызгивать на стены, на лавке. Вы получаете в пару, в мягком. Температура должна быть не больше 65 градусов в этой бане, не 80, не 100. Льете и дышите, льете и дышите. Эффект тоже очень хороший. И, кстати, здесь мы можем добавить с вами аппликации на грудку и на спинку. Детям тоже очень хорошо. Здесь что мы делаем? Здесь мы берем обязательно какое-то жирное вещество лучше. Это тоже жирное масло. Может быть, для детей, для взрослых это может быть гелевая основа. Она просто там подсушивает больше, и там больше с гелем больше проникает. Значит, масло более активно себя ведут. Здесь будет помягче. На жирном масле, мы говорили, виноградная косточка, календула, зверобои, которые прекрасно соединяются в ансамбле с эфирной частью, с формулой. Втираем в грудочку, в спинку, кладем пищевую пленочку, одеваем чуть-чуть тесненькую футболочку. И отправляемся ребенка спать. Дети очень хорошо спят в этой ситуации. Пробивается нос, потому что мы знаем, как маленькие дети, особенно приходится вертикально класть ребенка, потому что сплошной кашель, сопли, дышать нечем. Вот эта вся история, она как бы, когда вы грудочку смажете, она проходит, потому что все стекает вниз и там обезвреживается. Не забывать тоже нам с вами надо, что у детей маленьких, у них любой поддерживающийся длительный насморк, с которым борются мамы, и который потом потихоньку стекает их сюда, по задней стенке, создает постоянный месячный кашель. Мама начинает мучиться, бегать и думать, что это бронхи легкие, разжижают постоянно и так далее. А на самом деле это стекающий по задней стенке, раздражающий эксудат с флорой какой-то, который создает адаптивную реакцию, значит, спазма специального, чтобы откашлить. Это кашель здесь адаптивный, он полезный. И поэтому я всегда мамочка, Ольга Анатольевна, у меня, например, уже кашляет ребенок второй месяц. Он у тебя, я разжижающее даю, это даю, ничего не помогает. Да, и никогда не поможет, потому что здесь упор надо сделать на носоглотку. В верхнем этаже убрать флору, вот эту вот, и убрать подтекание. Одномоментно происходит исчезновение кашля. Даже просто мы вставляем с вами палочки, уже подсушивается история, убивается флора. То есть вот эти вещи нужно понимать то, что тот же самый насморк и отек у детей поддерживается часто очень ушами. И встахиевые трубы, которые соединяются с гайморой в пазухе, именно здесь находится основной, грубо говоря, гной. Поэтому всем детям до 5-7 лет любой насморк лечится с ушами одновременно. Это тоже мамочки забывают. А каким это образом? В нашем случае, допустим, с той же формулой ухогурл-нос, мы вставляем и в ушки эти палочки, и вставляем и в носик. А еще на ночь турундочки делаем из рабочего раствора с жирным маслом, который мы капали в нос. Мы вставляем... Нельзя масло капать в ушные проходы. А вот вставить и отжать чуть-чуть турундочку с маслом, рабочим раствором, на ночь, вы увидите, как быстро проходит насморк. То есть борьба с насморком идет одновременно через слуховые проходы. Через носик и через ушки. Конечно, да. И если хорошо ребенок дастся, конечно, этим же рабочим раствором, промазать заднюю стенку горла. Макаем в рабочий раствор, значит, и ребенку смазываем, значит, и гландой, и заднюю стенку. Если мамочки... Здесь война происходит с ребенком, они у нас кричат, якобы рвет их и так далее. Если мамочки не нажимают на корень языка, где находится рвотный центр, проходит это все мгновенно, особенно когда говоришь, давай помажь мне, пожалуйста. Нет, ты неправильно мажешь. Посмотри, как правильно. Вот так палочку держи. Ребенка обучаешь, как помазать взрослым, а потом мажешь ребенку. Великолепно. Это в виде игры воспринимают дети. То есть носик, ушки, горлышко. Прекрасно работает все. Без всяких антибиотиков, без ничего. И все это, все то же самое. Хвойные масла и... Хвойная и эвкалиптовая группа, да. И именно с маслами, понимаете, если мы будем... Представляете, если мы лечимся просто похудшими веществами, а дужками, потому что все эфирные масла, которые написаны на пузыречке эфирное масло, это для аромата. И продажи выстроены так, чтобы женщина нюхала, ей нравилось, и она покупала. Но только теперь этот рынок приписан в здоровье. Конечно, там нет средней и нижней инфрации. А эфирные масла натуральные, они обладают еще и лекарственными свойствами, которые не всегда ощутишь... Да, и мало того, они не очень красиво пахнут, но они пахнут завораживающе. Вот проблема в чем. А популистский красивый запах, который навязывается, он красиво пахнет. И ради бога бы. И наносите на себя, и как хотите, пользуйтесь. Но только лечиться-то этим нельзя. Нельзя лечиться ароматизаторами. Потому что в основе ароматерапии лежат вещества с целебными свойствами. А они только есть с природными. Нельзя насытиться пластмассовыми огурцами, муляжами. И потом считать или калории, или питательные вещества. Понимаете? Идентичная картина. Мы сейчас даем муляж обонятельный, а дальше ищем там какие-то целебные свойства. Когда вы произнесете слово эфирное масло, оно не синоним ароматерапии. Эфирное масло – синоним ароматических веществ для бытовой химии, парфюмерии, косметики и пищевой промышленности. Это отрасль, это индустрия. Там огромное богатое количество красивейших отдушек, которые потом соединяются, называется бризом, какой-то лесной ягодой и так далее. Их полно. Всё это покупается и вводится в те вещества, которые я вам сказала. Допустим, мыло в порошок. Но это не оздоровительная отрасль. А оздоровительная отрасль началась с... Она такая просто эстетически бытовая. Бытовая для того, чтобы украсить нашу жизнь, настроение изменить. А... Но на настроение в лучшую сторону это всё-таки влияет. Вы знаете, кому-то да, а у кого-то головные боли начинаются. Потому что у людей, понимаете, разная степень сенсорности у людей, разное восприятие. Например, мой весь коллектив болеет от... Если к нам приходит человек с парфюмерией, мы болеем всем. Нам даже, извините меня, запах туалета приятнее, чем запах, значит, соответственно, духов. Потому что мы выстроены уже на натуре. У нас рецепторы уже не воспринимают артаку вот эту химическую. Поэтому кому как. Сейчас огромное количество людей, которые плохо себя чувствуют на фоне духов. И вот эта наша культура, когда в метро заходишь и в автобус, и тебя вот это вот кто-то заходит, и это облако возникает. А в самолёте как тяжело лететь, когда рядом сидит с парфюмерией человек в замкнутом пространстве. Поэтому в данной ситуации признак бескультурия больше. Но мовит он, когда люди в общественных местах, в замкнутых особенно, начинают пользоваться духами или сильно орошаются духами. И в европейских странах, за исключением, там вот Италия, там тоже это дело любят. Вот. Даже в самой Франции вы ни в одном общественном помещении и ни в одном транспорте не услышите духов. Это не принято. То есть они настолько захимичились уже со своим Провансом, что уже у них как бы это мовитон-тон. То есть сильный запах – это такой же мовитон, как громкий звук. В разных частях тела, да. Поэтому время другое. Время сейчас экологического мышления, время СОЖ. И, в общем-то, как и ненатуральная еда, так и ненатуральный запах уходит в прошлое. И сейчас наиболее, так сказать, люди состоятельные и интеллектуальные, состоятельные по мозгам и по интеллекту, и по деньгам, конечно, в виде духов используют богатую коллекцию вот этого абсолюмасел натуральных, которые когда-то, я говорила, была денежная мена, о которой там написано, о Клеопатрии и так далее прописано. До сих пор там рецептуру какую-то древнюю находят и так далее. И действительно, я, кстати, вам хочу сказать, что все сохраненные бальзамированные мумии тех времен, они все были бальзамированы маслами бальзамическими, эфирными, с бальзамическим низом. Это бензой, это стирекс, это перуанский бальзам, это кедр, это те масла, которые имеют богатейшую среднюю и нижнюю структуру, которые являются мощным антисептическим свойством, ну, то есть они и не разлагались, и там не развивалась эта флора различная, микропатогенная. И, в общем-то, вот эти же вещества сейчас, в общем-то, модно использовать в виде духов. Но это тоже, как ЗОЖ, знаете, это люди с определенным, так сказать, поведением, которые натурализируются во всех аспектах жизнедеятельности своей. Я думаю, мы к этому придем, к этому придем, и я думаю, что это так же, как сейчас мы поняли, что такое фермерский сыр, и что он не может быть в сетевых магазинах. Вот мне бы хотелось, чтобы люди тоже поняли, что это тоже, к сожалению, будет скоро и есть для избранных сейчас. Каждый родитель желает знать. Друзья, время нашей программы подошло к концу. Завтра мы продолжим беседовать с кандидатом биологических наук, физиологом, биохимиком Ольгой Ирисовой. Поговорим о том, как эфирные масла можно использовать при головных болях. Не пропустите 22 часа по московскому времени. И хочу напомнить, что аромотерапия это разновидность медицины. Поэтому пробовать и экспериментировать, особенно если дело касается детей, нужно осторожно и после рекомендации врача. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова